Известно, что нацисты ставили ужасные эксперименты над людьми, помещенными в концлагерях. Читать об этом жутко. Но я считаю, что правду знать нужно, чтобы ошибки прошлого не повторялись. В Освенциме работал доктор Менгеле, которого прозвали Ангелом Смерти. Можно догадаться, почему он получил такое прозвище. Очень жаль, что Йозеф Менгеле смог избежать наказания за свои деяния. Он своевременно сбежал в Латинскую Америку, где его не смогли достать. Еще раз, к сожалению. Одним из направлений деятельности доктора было изучение близнецов. Основных задач в этом плане было несколько. Первое. Понять, почему рождаются близнецы. Как сделать так, чтобы они появлялись у каждой немецкой женщины. Если не у каждой, то у каждой второй. Остро стоял вопрос увеличения рождаемости в Германии. Второе. Изучить, как действуют те или иные вирусы и бактерии на организм человека. Это достигалось методом, популярным сейчас в рекламе. Одну тарелку мы помоем обычным средством, а другую – нашим новым и дорогим. Менгеле действовал почти аналогичным образом. Он брал двоих близнецов. Одному делал опасную инъекцию, а другому нет. И потом доктор наблюдал, какая разница возникнет между близнецами. Всего в экспериментах Менгеле участвовало около 1500 пар близнецов. Выжило только 300. Посчастливилось и сестрам Мозес, Еве и Мириам. Хотя, как сказать, очень много бед они перенесли. Сестры родились в Румынии, в еврейской семье. У Евы и Мириам было еще две сестры. Близняшки 1934 года рождения отправились в Освенцим вместе с родителями в 1944 году. Когда семью Мозес зачисляли в лагерь, немецкий офицер поинтересовался у матери Евы и Мириам близнецами. Наверное, было видно, поэтому мать не стала скрывать очевидного, да и не знала, к чему это все приведет. Девочек тут же схватили надзирателей и куда-то повели. Оказалось, что к ее закуменгеле. Однажды Еве сделали какую-то инъекцию в руку. Довольный доктор сказал, что через пару дней ее уже не будет в живых. Девочка готовилась к худшему. Ее охватила горячка, но спустя какое-то время все прошло. В итоге, Евы и Мириам начали и дальше жить в Освенциме. До января 1945 года, когда к лагерю подошли советские солдаты и освободили всех узников. Близняшкам удалось вернуться в родной дом. Вернее, к тому, что от него осталось. Жить там не представлялось возможным, и девочек тогда взяли на воспитание монахини. Но Ева и Мириам решили уехать из Румынии в Израиль. Это удалось. Близняшки прошли службу в армии, начали жить мирно и спокойно. Ева занялась вопросами поддержки узников нацистских концлагерей. Увы, в Освенциме здоровье Мириам было сильно подорвано. Еве пришлось пожертвовать почку для сестры. Какой сюжет! Одна близняшка отдает почку другой. Родственная связь, которая зародилась давным-давно в животе мамы, становится еще сильнее. К сожалению, Мириам пересадка сильно не помогла. Женщина ушла из жизни в начале 90-х. А Ева, которая до этого успела выйти замуж за американца и родила от него детей, продолжала с еще большим усердием заниматься общественной деятельностью. Она активно продвигала антинацистские идеи в интернете и ушла из жизни совсем недавно, летом этого года. Очень бойкая была старушка. Я могу понять, когда друг против друга воюют солдаты. Вооруженные мужчины, которые обязаны защищать свою родину. Гитлер был ужасен тем, что сводил со свету абсолютно мирных и ни в чем не виновных людей. Именно это самое страшное в данной и в других похожих историях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok